Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Мы все прекрасно знаем, что мы хотим получить большую доходность и мы прекрасно знаем, что сейчас ставки по депозитам падают и люди начинают задумываться, где же нам получить повыше доходность. Сейчас депозитные ставки 6-7% годовых. Так вот, сейчас я хочу показать, почему я на фондовом рынке занимаюсь и как на фондовом рынке можно получить доходность в районе 75% за год. Вы не ошиблись. 75% за год. Вот приблизительно. Сейчас вы увидите, что это абсолютно реально. Вот посмотрите, я прикинул приблизительно на табличке в Excel, как можно было заработать в районе 75% годовых. Сейчас у нас на дворе, сейчас я скажу, какое число, 16 июня 2019 года. Вот. Предположим, что вы вложили деньги в начале марта в акции компании Enel. Это не самая лучшая компания, не самая прибыльная. Я просто ее выбрал так вот, буквально чуть ли не от балды. Но почему ее выбрал? Потому что, в общем сказать, там дивидендная доходность по ней такая нормальная в принципе, но не самая высокая, честно скажу. Вот. Дело в том, что акции Enel, они очень здорово падали в свое время и сейчас как раз ожидается рост. Вот поэтому я на них просто обратил внимание. Ничего особенного. Что мы сейчас сделаем? Смотрите. Мы предположим, что вот в начале марта, 3 марта, вот посмотрите, 3 марта вот здесь мы вложили 100, ну, предположим, тысяч рублей в акции компании Enel. И мы их держали, потому что, ну, потому что просто вот взяли и вложили, а никаких других идей особых не было. Вот. И мы их держали до 26 апреля. Что произошло 26 апреля? Давайте посмотрим. Приблизительно 3 марта вот здесь вот мы вложили, в компанию Enel и держали эти деньги до 26 апреля. Вот здесь. Ну, у меня вот здесь цифры, вы видите, 7,11% годовых. У нас получилось, вы видите, 7,3% годовых. Сколько там? 56 дней. Давайте посмотрим. 7,3%. Я не буду обманывать. 7,3%. Вы видите, что это абсолютно реально и что, в общем-то сказать, не надо было деньги вытаскивать из Enel. В принципе, они и дальше росли. Ну, вот мы так выложили. Я сейчас скажу, почему мы решили их выложить. Например, да, это вот, ну, просто простой пример. То есть, ну, практически 2 месяца мы продержали деньги в этих акциях. Получили 7% годовых. 7% за 2 месяца, не годовых. Вот. Видите, да? Реально? Реально. Почему мы их выложили? А потому что мы выяснили, что по Газпрому, кажется, там продвигается что-то. Мы сходили на... Там было роад-шоу на акциях. И Газпром сказал, что мы меняем дивидендную политику, будем начать выплачивать. Поэтому мы 29 апреля мы решили вложить эти деньги в Газпром. И до 24 мая будем держать их. Вот. До сих пор, потому что, ну, Газпром наобещал нам, что поменять дивидендную политику и что акции вырастут, ребята, наверняка. Вот. Мы их выложили отсюда. Вот. Почему мы здесь отсюда вышли? Потому что, смотрите, акции Газпрома взлетели, они еще немножечко поднялись и начали опускаться. Ну, их нафиг. Вдруг они дальше опустятся. Мы из них вышли. Сколько мы получили денег здесь? 26,61%. Значит, давайте вносим сюда. 26,61. Вы видите, что это абсолютно реально. 26,61. Вот. Мы вышли отсюда 20... Ой, 24-го написано. Да, 24-го мая. Да, вот мы вышли отсюда. 24-го мая. Почему мы вышли отсюда? Ну, во-первых, Газпром начал падать, а во-вторых, стала уже приближаться дата выплаты по дивидендам Сбербанка. И мы знаем это. А тут Сбербанк, так сказать, Газпром уже начал падать. Давайте-ка мы вложимся в Сбербанк, потому что Сбербанк вот-вот сейчас начнет платить дивиденды. И мы вложились, посмотрите, в Сбербанк 24-го мая. Вот оно, 24-го мая. Сейчас я покажу. 23-е мая, 24-го. Вот здесь где-то он начал расти. И Сбербанк мы закроем как раз накануне закрытия реестра. Сбербанк. По 10-е июня. Вот оно, 10-е июня. И мы получим на Сбербанке 8,5%. Вы видите, да? Вот, 8,53. Пишем 8,53. Мы закрылись. Мы вошли в Сбербанк и закрылись. Почему мы закрылись в Сбербанке? Да потому что прошла информация о том, что Сургутнефтегаз дают по привилегированным акциям бешеные дивиденды. И давайте-ка мы, значит, вот мы накануне все, закрытие реестра, мы вышли из Сбербанка. И давайте мы войдем теперь в Сургутнефтегаз при ЕФИ. Вот, давайте посмотрим. Вот они, Сургутнефтегаз при ЕФИ. И давайте-ка мы войдем в них. Знаете, когда? 14 июня. Ой, 17 июня мы войдем в них. 17 июня. 17 июня будет буквально вот... Ну или 14-го. Вот оно, 14-го. Вот они упали, можно 14-го и войти. 14 июня. Вы видите, 14 июня было в пятницу. Сегодня 16 июня. Завтра 17 июня. И вот давайте посмотрим. Вы видите, что происходит с акциями... Сбербанка. Что произошло с акциями Сбербанка? Да в последнюю неделю они взлетели, вы видели, да? Вот. И сейчас, но самая большая дивидендная выплата будет по Сургутнефтегазпрефу. И посмотрите, вот оно. Ну, пусть будет 17-е. Вот примерно такие же суммы, да? Вот, посмотрите. Я прикинул. Уже, так сказать... Ну, это еще не состоялось событие. Что? Посмотрите вот сюда, на эту формулу. Что акции Сургутнефтегазпрефа, судя по графикам, должны вырасти, ну, предположим, до 44. Почему? Откуда взялась цифра 44? Сейчас я вам покажу, откуда. Смотрите. Вот дата, когда была объявлена Советом директоров о рекомендуемом размере дивидендов. 7 рублей 62 копейки на одну акцию. В это время акции стоили, вы видите, 38 рублей, там, 438,5 рублей. Логично предположить, что вот эта базовая цена акций увеличится ровно на размер дивидендов. 38 плюс 7 получается 45-46 рублей. Я считаю, что на 44 рублях, как раз накануне выплаты, мы выйдем. То есть это достаточно такой нормальный прогноз, 44 рубля. Когда мы войдем в это? 40 рублей 91 копейка сейчас. Мы уже на Сбербанке отыграли. Мы здесь не сыграли на Сургуте, потому что мы не знали этого. Но мы начали играть здесь, на Сургуте. 41 рубль сейчас текущая цена. И мы выйдем на 44 рублях. Вот мои предположения. Сейчас 41 рубль, по 44 мы их продадим. И это даст нам доходность вот такую. 7,32% за буквально месяц. Чуть меньше месяца, понимаете? Еще 7,32%. И, соответственно, где-то уже после этого мы купим какие-то акции. Да тот же самый, может быть, Сбербанк привилегированный, или Газпром, или что там еще. Потому что дивиденды по ним уже, ну, как бы выплачены. И просто в долгую купим их. И вот я был на днях на открытии, ну, в открытии на собрании, которое инвесторам посвящено. Ну, они сказали, что за последние там 15 лет, ну, не знаю сколько лет, стратегия практически неубиваемая. Покупать акции после дивидендных выплат, когда они упали на дивидендном гэпе, ну, где-то в августе. И перед Новым годом новогодние ралли, как правило, то есть они почти наверняка вырастут. То есть я предполагаю, что вот 20 июля мы купили еще какие-то акции, до 31 декабря продержали. И получили на этом еще 12% доходности. Доходность вполне реально, как вы видите, потому что вот на фоне таких доходностей 7%, 26%, 8%, 7%. Ну, что тут нереального в 12%? Абсолютно все реально. А теперь посмотрите, эта доходность, она не в годовых. И эта доходность, друзья мои, она, вот эта доходность, она, это не годовые проценты, а это текущая доходность. Это доходность за какое-то количество дней, но отнюдь не годовых. Поэтому давайте присмотримся еще раз вот к этой табличке. Вы понимаете, все эти данные, они абсолютно реальны. Реальны. Вот, сейчас я вот так вот сделаю. Да, достаточно. Я думаю, что все хорошо видно. Смотрите, мы вложились, еще раз повторяюсь, в НЛ Россию 3 марта. 3 марта. Вышли из НЛ России 26 апреля. Дней мы продержались в этих акциях. Посмотрите, вот, Е2 формула минус Д2. Что такое Е2? 26 апреля минус 3 марта. 54 дня. Текущая доходность как вычисляется? Это не годовых доходность. Это, смотрите, текущую доходность вычисляем следующим образом. Та доходность, которая получена фактически, делим на количество дней, получаем доходность в день и умножаем на 365 дней. То есть получаем доходность в процентах годовых. А это 49,34% годовых. 49% годовых. Напоминаю, что текущая ставка по депозиту 6-7% годовых. Здесь, на фондовом рынке, вы видите, вполне возможны доходности в 49% годовых. Но это как бы не предел. Посмотрите, дальше что было. Мы сходили на роуд-шоу «Газпрома». Оно было в начале мая. И, соответственно, посмотрите. Вот те деньги, которые мы получили от НЛА. Вы видите, 7,3. Мы вложили туда 100 тысяч рублей. Получили 7,3% от этой сделки. Сделка завершена у нас на счете 107 300 рублей. Куда мы эти деньги все вложили? А вложили мы их все в акции «Газпрома». Вот. В акции «Газпрома». 29 апреля, 24 мая мы закрыли эту сделку. И доходность составила... Вы видели на графике. На живом графике. Она уже прошла. Это было. Это состоялось. Реально. 26,61% годовых. Вы это видели. И мы вложили 107 300 рублей, которые у нас остались после НЛА. Вот. И получили доходность 26,61% годовых. То есть у нас уже 135 852 рубля на счете. Теперь посмотрим текущую доходность. Мы эту доходность, 26,61%, получили не за год, а за 25 дней. Формула, посмотрите, та же самая. И если мы разделим это на количество дней и умножим на 365, получается 388% годовых. Вот если в годовых считать. Вот. И для чего мы это сделали? Закрыли. Потому что «Газпром» начал вдруг падать, нам показалось. Мы вложили в Сбербанк. Что мы вложили? Да все вот эту сумму, которая у нас была. 135 852 рубля мы вложили в Сбербанк «Префы» 24 мая. Потому что дивидендное ралли. Вот оно завершается. 24 мая. И 10 июня мы выходим оттуда. 8,53% доходность вот от этой сделки за, вы видите, 17 дней. И она получена, она была реальная. То есть это абсолютно реальные цифры, на реальных графиках это было. Посмотрите. 17 дней. 8,53. Вы видели, я это показывал на реальном графике. Мы вложили 135 850 рублей. Получили 147 440 рублей у нас уже на счете. За 17 дней мы получили 8,53 текущую доходность. Вернее, доходность. А текущая доходность, если в годовых считать, 183% годовых. Еще раз предлагаю сравнить с доходностью по депозитам 6, 7% годовых. Здесь 183% годовых. Текущая доходность. Она в моменте. Ну, такая случается. Когда случается? Сейчас мы об этом поговорим. Мы вышли 10 июня из дивидендного ралли по Сбербанку. И мы уже знаем, что самая доходная, самая большая дивидендная доходность у акций Сургутнефтегазпрефы. И мы предполагаем, что будет дивидендное ралли. И мы предполагаем, что будет так же, как в Сбербанке, акции вырастут. И вот оно, 14 июня. Ну, я показывал только что графики. Вы видели. Но еще не поздно. В районе 41 рубля за штуку можно взять. И когда мы выйдем из этого ралли на максимуме, есть все основания ожидать, что максимум будет 15 июля. То есть ровно через месяц. И вот та доходность, которую мы посчитали. 44, ну, по 41 мы вложились, по 44 вышли. Доходность от этой сделки 7,32% всего лишь за 31 день. И это в годовых, если посчитать, 86,15% годовых. Это в 10 раз выше, чем дает любой практически банк по депозитам. В 10 раз выше. Понимаете? Здесь уже это еще не состоялось. Что будет, я не знаю. Мы увидим. Я предлагаю вам поболеть за меня, потому что я вложился в эти... Сургут нефтегазпрефы, вы видели, да? И если все произойдет так, как было, то, значит, у нас сумма была 147,440, так, станет 158,229. И что дальше? Мы всю эту сумму берем и вкладываем куда? Да в какие-то акции. И уже здесь вряд ли будут дивиденды, потому что дивиденды, ну, в конце июля, они, в общем-то сказать, там прикрывается сезон дивидендов. Вряд ли мы что-то найдем. Мы просто купим подешевевшие после дивидендного гэпа акции и будем ждать, что они вырастут к 31 декабря, ну, еще на 12%. И здесь уже, посмотрите, было 158 тысяч, если они подорожали на 12%, 177 тысяч рублей. То есть 77% мы заработать можем за год. И здесь что, скажите, нереального? Вот это, а это уже реальность, это уже состоялось. Вы скажете, да, хорошо задним числом. Вот это уже состоялось. Вы скажете, да, хорошо задним числом. Вот это уже состоялось. Вы скажете, это уже прошло. Вот это, друзья мои, вот это еще не прошло. И я вам говорю, смотрите, вот я в это дело вложился. Советую я или нет, я не знаю, что вы будете делать, но вот это еще не прошло, вот это. И вот это вот тоже еще не прошло, это еще в будущем, вот это вот еще реально получить, вот эту доходность. И я предлагаю просто вам посмотреть, что будет, окажусь я прав или нет. Вот, ну, если хотите, можете попробовать вместе со мной. Я очень советую вам сильно не рисковать, так как я рискую, потому что, ну, это чревато, здесь надо знать, потому что я, вы видели, купил эти акции с плечом, я вам советую их покупать. Да, здесь, кстати, все без плеч, без всяких кредитов. Плечи, о плечах я отдельно поговорю, это совершенно отдельная история. Вот, я надеюсь, что вот данное видео очень много прояснить для многих, что такие доходности на фондовом рынке реальны, нигде вы таких доходностей не получите, тем более в банке. Поэтому, друзья мои, на фонду и рынок надо идти. Этим надо заниматься. А как это делать и в какие акции вкладываться? Но мы принимаем решения, и для этого у нас есть вся доступная информация, те же сайты, те же интернеты. Акции, они, компании не скрывают свои и не имеют права скрывать просто. И они ПАО. Что такое ПАО? Публичное акционерное общество. У них есть обязанность публиковать свою отчетность, публиковать свои материалы. Надо просто в этом уметь разбираться, либо читать, или смотреть каналы на ютубе, которые в этом разбираются. А для того, чтобы быстро и аккуратно покупать вот эти вот акции тех компаний, которые нам понравились, которые мы предполагаем, что вырастут, для этого надо просто открыть брокерский счет и установить биржевой терминал, и настроить его, как это сделать быстро и без потерь. Я рассказываю, вы поняли уже, на своем курсе биржа для чайников, который предназначен вот абсолютно для чайников. Вы сможете открыть брокерский счет, вы научитесь пополнять его без комиссии, вы поймете, как он устроен, вся вот эта вот система, как ставить заявки, стоп-заявки быстро, как анализировать всю эту информацию, весь поток этой информации. И у меня спрашивают еще, а есть ли поддержка после этих курсов? Да, конечно, есть. Все выпускники курса приглашаются в общий чат, там два чата, один чат для тех, кто занимается, для тех, кто текущие вопросы задает, ну, по обучению, а уже для выпускников там общий чат есть, где мы делимся как раз вот такими идеями. Какие акции должны стрельнуть? Вот, там очень активно у нас идет обсуждение. Вот, и стоимость курса всего 5000. Членство в этих чатах, ну, пока я не ограничиваю, то есть оно абсолютно, то есть те, кто купил курс, пожалуйста, вступают в эти чаты, и мы обсуждаем все вместе инвестиционные идеи. Поэтому, друзья мои, делайте свой выбор. Ссылочку вы найдете под данным видео, либо вот там, вот, левый верхний угол, demetkovyur.com, там биржа для чайников, пожалуйста, выбирайте свой вариант, и начинайте уже зарабатывать деньги на фондовом рынке. До встречи, друзья мои, на курсах. Спасибо за внимание, с вами был Деметков Юрий. До встречи. Продолжение следует...